Ассаламу алейкум, вы снова на канале Черкассиан Медиа. Мы продолжаем нашу работу после небольшого перерыва. И прежде чем публиковать какой-то подготовленный контент, мы должны ответить на несколько самых популярных вопросов, которые был наш адрес. Пока мы отсутствовали, произошел инцидент, по поводу которого очень многие писали с призывом прокомментировать произошедшее и чтобы мы высказали наше мнение. Напомню, восстановим хронологию. В сети появилось видео от группы «Какой-то Орел», которая оскорбительно в адрес черкесов, обратившись, выбросила на землю черкесский флаг, который якобы был найден на месте проведения боев. Но тут сразу хочу отметить, что, во-первых, мы не знаем, насколько это действительно достоверно, что флаг был там найден. Но, тем не менее, черкесский флаг был брошен на землю с призывом, с обращением к черкесам, к адыгам, с оскорбительными высказываниями. И это все делалось от имени грузин. Эй, адыги! Это ми грузини! Ми ви вас! После чего, естественно, была агрессивная реакция в адрес этих людей. Но, справедливости ради, надо отметить, что черкесы в массе своей отреагировали достойно, благородно. Несмотря на естественную агрессию, которая вызвала данное поведение, все-таки люди, комментировавшие этот инцидент, призывали людей, остальных черкесов, ни в коем случае не уподобляться подобным существам и не обращаться подобным образом с флагом грузинским. Потому что, все-таки, несмотря на то, что человек позволяет себе от имени всего народа говорить, это не значит, что он является, олицетворяет весь народ. Берете адыгский флаг, кидаете его на землю, мнете его и бросаете на землю. То есть мы, черкесы, в ответ этого делать не будем. Мы не будем ваш флаг мять, швырять. Для адыгов честь дороже жизни. И мы не будем такое делать. Реакция была заметна в среде черкесской и не могла не вызывать позитивного отношения. Впрочем, дальше мы увидели, что действительно этот человек не может говорить от имени всех грузин, потому что вышло сначала видео одного из общественных деятелей в Грузии, общественной организации «Гражданское согласие». Черкесский флаг рождался на крови, сопротивляясь Российской империи. Российскому империализму и захвату Кавказа. Грузинский народ и грузинское государство признало геноцид черкесского народа. Это историческое, осознанное и фундаментальное решение. Понимание того, что черкесский флаг является символом свободы и флагом, который был последним символом завершающего этапа сопротивления Кавказа в русско-черкесской войне и кавказской вообще, русско-кавказской войне, если в общем говорить, то, что это понимание есть, четко было обозначено. Все прекрасно знаем, о чем стоит влияние России на Кавказы. Это несение раздора между кавказскими народами и таким образом управление нами. Оскорблять черкесский флаг, символ борьбы черкесского народа против российского империализма, это не только некрасиво, это неправильно. Плюс нужно отметить, что высказались и командиры воюющих грузин в Украине, которые сказали о том, что, во-первых, они не знают, когда он появился в Украине, и, естественно, от их имени он тоже не выступает, что тоже, на мой взгляд, очень важную роль сыграло в этой ситуации. Еще один момент, который надо отметить, что у этого человека, который бросает на землю или приказывает бросать на землю черкесский флаг, в сети он известен также еще и под мусульманским именем, что вызывает не просто возмущение, а просто удивление вызывает. Человек, позиционирующий себя мусульманином, давящий мусульманское имя вперед своего имени по рождению, не понимает простых вещей, что это символ сопротивления, в том числе и мусульман, вот этой вот оккупации Кавказа, и позиционируя себя мусульманином, обращаясь к народу, который в массе своей является мусульманским народом. Я не являюсь ученым в исламской среде, не могу говорить о том, что я обладаю большими знаниями, но мне кажется, именно этот вопрос настолько элементарный и простой, что человек, который говорит, что он мусульманин, должен различать это как черное и белое. В первую очередь, на мой взгляд, от него должно исходить стремление к справедливости, стремление к правде и уж точно избегание националистических подходов. Потому что человек, который в кадре обращается к адыгам, он свою этническую принадлежность и этническую принадлежность другого особо выделяет, что, как мы знаем, особо порицается в исламе. Эй, адыги, это мы, грузины, это мы вас порвали. Если он позиционирует все-таки себя мусульманином при необходимости, мы можем подключить знающих людей, которые очень быстро объяснят, в чем суть вопроса и о чем я сейчас говорю. Это символ, который объединяет в сегодняшнее время черкесский народ и который дарит народу надежду на объединение на своей родине. И поэтому еще более нелепо и смешно выглядит завершающая часть видео, где эти ребята говорят о том, что Кавказ будет свободный. От кого этот Кавказ будет свободный? От черкесов, что ли? Кавказ будет свободный. Подобная провокация может быть в интересах только тех, кто стремится не дать возможности объединяться на Кавказе народом, не дать возможности двигаться в каком-то едином русле. И я в этом смысле полностью разделяю эту точку зрения. И важный момент, который я, кстати, не отметил в начале, что страницы в социальных сетях у этого орла, у этой, как их назвать, группы, да, или батальон, я не знаю, появились страницы в соцсетях буквально за несколько дней до появления этого видео. Это вызывает еще больше вопросов. И поэтому мы оставляем, конечно, оставляем возможность того, что это было сделано по ошибке, что это было сделано исходя из непонимания процессов происходящих. В таком случае, наверное, нужно услышать о том, что это была ошибка непосредственно из уст тех людей, которые это сделали. Ну а пока мы этого не слышим, мы убеждаемся, чем дальше, чем больше мы этого не слышим, потому что это целенаправленная провокация. Многим не нравится сближение кавказских народов. Очень многим не нравятся грузино-черкесские отношения. Черкесы со всего мира все-таки ожидают именно от них каких-то слов, каких-то объяснений, извинений по этой ситуации. Я думаю, что в любом случае это неизбежно, рано или поздно этот вопрос невозможно будет избегать. Вы пожалеете, что на свет родились. Вы будете этот флаг целовать. Вот и все. Вот и все. Как вам известно, уже Черкассиян Медиа побывала в Турции. Мы выложили репортаж из одного из аулов черкесских. Еще у нас будет в ближайшее время репортаж из города Тайсер. И в процессе нахождения нашего в Турции и после, в общем, пока мы отсутствовали, отсутствовала возможность такого диалога, было очень много вопросов задано по поводу черкесской конференции, организатором которой являлась организация Черкассиян Концель, Черкесский совет, которая прошла 5 августа в Турции. И вопрос был связан с тем, почему мы не комментируем данную конференцию. Тут хотелось бы сказать о том, что Черкассиян Медиа со своей стороны сделал попытку, неоднократную попытку провести интервью, сделать репортаж определенный с организаторами этой конференции. Но у нас этого не получилось, нам этого не удалось сделать. Как мне объяснили причину нежелания разговаривать на эту тему, это отсутствие письменного ответа на письменное приглашение на эту конференцию. Во-первых, Черкассиян Медиа это площадка медийная, это площадка СМИ, и мы не можем себе позволить попасть в ситуацию, когда мы будем аффилироваться с той или иной организацией. И невозможность присутствовать на этой конференции была связана именно с этим в первую очередь. Любые конференции или разговоры на тему черкесского вопроса, обозначение черкесского вопроса перед внешними игроками, скажем так, я считаю позитивным моментом. И люди должны слышать о том, что черкесский вопрос не просто остается на каком-то уровне, но увеличивается, понимание тактическое или там цели каких-то глобальных может быть разное, но что в народе этот вопрос актуален, что его актуальность возрастает, и что людей этот вопрос беспокоит, я думаю, должны сегодня в сегодняшних реалиях происходящего понимать все. Что касается самой конференции и моей оценки данной конференции, честно сказать, я не хотел бы углубляться детально в эти вопросы. Единственное, что я считаю важным, и поэтому именно я предлагал организаторам сделать ряд интервью, сделать какой-то репортаж, я считаю важным и необходимым. Любые действия, которые в черкесской теме сегодня происходят, должны максимально освещаться, позиции, которые обозначают люди те или иные, должны максимально озвучиваться и в публичное пространство выноситься, для того, чтобы люди, которые в Черкесии, находятся в черкесских регионах сегодня, или в любой другой стране мира, могли видеть открытую какую-то дискуссию на те или иные вопросы, могли размышлять и вырабатывать, народ мог вырабатывать сам тот механизм, который действительно будет рабочим. И любые императивные, любой императивный подход, любые попытки навязать или установить кем-либо, будь то организация, человек или группа лиц, установить, что вот именно вот так вот необходимо действовать, и никак иначе, они изначально просто провальны. И даже если действительно человек, который видит подобным образом, во-первых, искренне в это верит, действительно, во-вторых, искренне в это верит, а во-вторых, возможно, именно это и правильно на самом деле сегодня, но при таком подходе просто не получится объяснить массам, что это нужно. И он изначально, этот подход, просто будет не работать. Поэтому я всем, кто занимается черкесским вопросом политически, ведет какую-то политическую деятельность, посоветовал бы, если я могу это, конечно, делать, или призвал бы скорее обратить внимание именно на эту составляющую. Учитывать в первую очередь ментальность своего народа. Без учета ментальности черкесского народа заниматься черкесским вопросом просто невозможно. Это утопия. Это не сработает. Публично, по крайней мере, озвучивать могу именно то, что касается себя. Мне кажется, подход, когда письменно мы вам отправили, а вы письменно нам не ответили, при том, что важно подчеркнуть, что был устный ответ и готовность аргументировать, почему я не считаю для себя возможным посещение этого мероприятия. Это какая-то... Ни одна организация не может разговаривать от имени черкесского народа. Потому что черкесский народ настолько разбросан сегодня, и отсутствие вот этого дискурса настолько очевидно, что это просто нелегитимно и нельзя говорить от имени черкесского народа. Каждая организация или каждая какая-то политическая сила может разговаривать от имени своей политической силы, своей организации, от имени своих соратников и разделяющих их точку зрения. И мне кажется, что те группы, которые пытаются из-за какого-то своего видения говорить от имени черкесского народа... То есть я понимаю, почему они это говорят. Они хотят придать себе какого-то статусности перед внешними игроками. Потому что в основном это не внутри черкесской среды используется, а во внешнем факторе используется, с внешними силами какими-то. Но нужно понимать, что внешние силы, они тоже не вчера родились, и они понимают процессы происходящие, и они прекрасно понимают ситуацию черкесского народа, положение сегодня. Особенно те, кто отслеживают и понимают, да, именно с ними вы контактируете. И мне кажется, что в их глазах это будет выглядеть точно так же, что те люди, которые пытаются от имени черкесов всех разговаривать, просто либо не понимают суть вопроса, не понимают стоящие перед ними задачи, либо это просто аферисты, которые пытаются использовать черкесский вопрос для каких-то своих целей, своего видения. Каждый должен вкладывать то, что в его силах, и при этом говорить о том, что он представляет именно те силы, которые совершают ту или иную работу. Но, будучи определенной силой или группой, нужно при этом же не забывать, что черкесский народ, где бы он ни проживал, люди, где бы ни проживали, они так же делают то, что в их силах. Они пытаются бороться за сохранение своей идентичности, бороться за будущее своих детей. Вот я пример приводил, и не знаю, можно ли будет это в выпуск вставить. Несколько лет назад, когда был как раз внесен этот законопроект о необязательности изучения родных языков и так далее, нам всем известно о том, что происходило давление на учителей, на педагогов, о том, что нужно переходить на государственный язык, русский язык, хотя в республиках государственными и национальные языки тоже являются. Но, несмотря на подобное давление, не она одна, многие сумели отстоять необходимость изучения родных языков детьми. И сегодня, по прошествии 5-6 лет, за это им вручают грамоты, как людям, которые обучают черкесов родному языку, хабзе и так далее. То есть, мы должны понимать, те, кто занимаются публичными какими-то делами, что и это борьба, и это часть черкесского народа, и эти люди, преподаватели сегодня вносят огромный вклад, огромный вклад в то, чтобы черкесский народ продолжал свою борьбу за не просто сохранение, а развитие. Потому что, когда мы это забываем и говорим о том, что любые группы говорят о том, что именно они являются первопроходцами, не дай бог, а чаще всего, что только они занимаются этим вопросом, это, во-первых, не объективно, во-вторых, это становится еще более нелегитимным, а в-третьих, что самое, на мой взгляд, плохое в этой ситуации, что это своего рода принижение собственного народа, попытки, и такие попытки принижения как раз-таки, за счет принижения ты возвышаешься. И это глобальная ключевая ошибка многих деятелей, которые в черкесском пространстве занимаются черкесским вопросом. Потому что именно поэтому у них, они перестают, им перестается оказываться доверие людьми, и, соответственно, вопрос просто тормозится и не двигается. Потому что сегодня, например, на родине находящиеся черкесы, которые вот так, да, как сейчас, например, привели с языком, продолжают бороться, или они очень, или там, которые уклоняются от того, чтобы идти на войну, да, которую они считают неправильной. То есть это борьба людей в отстаивании каких-то принципов и правил, которые сегодня, чтобы сохранить, надо прямо говорить, в условиях сегодняшнего дня в России, нужно обладать не просто там духом, да, и не только каким-то интеллектом, чтобы суметь это все избежать внутри. Это большой компонент, который в черкесском народе выработан там столетиями, как минимум, да, и который сегодня реализуется этими людьми. И мы должны оценку этому правильную давать, мы должны как раз-таки этим и наполняться для того, чтобы двигаться дальше. То есть искать позитив в этих вопросах. Резюмируя этот вопрос, нужно добавить, что борьба черкесского народа за сначала сохранение, потом восстановление, возрождение народа, целостность, единство, она не прекращалась со времен войны по сегодняшний день. Где-то там с перепадами вниз, наверх, это с изменчивой диаграммой, но это всегда, это живой процесс, который происходит на протяжении уже столетий, можно сказать, смело. Примером тому 90-е годы можно привести в пример, когда МЧА образовалась, и новая волна стремления к вот этому возрождению, единству была. Но это вопросы, которые необходимо, конечно, детализировать по времени, если период войны самой достаточно широко освещен, можно сказать. Все-таки в последнее время много информации, документов ежедневно мы видим разными людьми, проводится большая работа, то в советский период, когда, казалось бы, спад, можно сказать, такой борьбы, но и там были процессы, которые важно выделить было бы сегодня. И тем более в 90-е годы после развала Союза, вот этот пассионарный взрыв, который произошел в черкесской среде, и по сей день вот эта линия непрерывной борьбы черкесского народа за свое сохранение сначала, а потом и возрождение, объединение, она не прекращается, она продолжается, и я думаю, на всю волю Всевышнего она будет продолжаться, пока живы люди с черкесским сердцем, черкесский народ жив. В процессе сейчас разговора понятно, что многим это непонятно, и поэтому нужно детализировать именно эти процессы, которые происходили в разный временной период. И я предполагаю, что этим в частности мы и займемся. Новость, которая вызвала большой резонанс не только в пределах Республики Габардино-Балкарской, но и за ее пределами. В сети появилось видео, где девочек-школьниц не пускают в платках в одну из школ Габардино-Балкарии. Они все против Сталина, детей не пускают, дети на улице. Ребенок хочет учиться, вот ее выгоняют. Мария Анатольевна, мы телевидением Гуану Аль-Яхим же учтима. Иншаллах, ваишлахам. Аслан, вы здесь работаете, вы здесь работаете, вам то, что нужно, сказали? И это вызвало огромный общественный резонанс. Очень многие высказались на эту тему публично. Нужно отметить, что очень быстрое, своевременное и мудрое решение властей Кабардино-Балкарии, которые буквально на следующий день уже объявили о том, что нет никакого запрета на ношение платков девочками в школах, в учебных заведениях, и они должны быть допущены до занятий. На самом деле эта тема очень тонкая, очень чувствительная, и нужно понимать, когда даются оценки всего, что касается религии в регионах, особенно в Кабардино-Балкарии, из черкесских регионов. Это там, наверное, самое, не наверное, а точно, там эта тема самая является чувствительная. И нужно понимать, что давая оценки, мы не можем исходить из только своего субъективного мнения. Мы должны учитывать разные факторы. В первую очередь надо отметить, что в черкесской ментальности, в адгарах, в хабзах, вера, религия, это является личным делом человека, и, наверное, можно сказать, что это что-то интимное, да, то есть это то, что человек для себя выбирает сам. Ограничивать человека в его исповедовании своей веры, это не является адгаром, это противоречит адыгству. Тем более, что платок и головной убор, в принципе, как для мужчины, так и для девушки у черкесов всегда являлась чем-то неотъемлемым атрибутом черкесов. Закон России, да, он, по сути, не регламентирует формы одежды конкретно для детей в учебных заведениях. И это полномочия непосредственно самого учебного заведения. То есть есть общая характеристика того, как ребенок должен выглядеть, но детализирует это само учебное заведение. Мне кажется, что руководители районов или школ должны в первую очередь учитывать ментальность той среды, в которой они находятся. Должны учитывать, что, если мы говорим о Кабардино-Балкарии, что, конечно же, там много мусульман, которые, дети которых носят платки, и из-за платка ограничивать эти семьи в получении образования, это неправильно, как минимум, а как максимум, уже дальше рассуждая, это очень опасно, и это можно воспринимать как провокацию по отношению к тем людям, которые считают для себя это неотъемлемой частью жизни. И я убежден в том, что, и мы можем найти много подтверждений за последние 20 лет, того, что подобные провокации возникают не случайно, что они непосредственно управляются теми или иными силами. И я еще раз подчеркну, что, во-первых, мудрость черкесского народа, в частности, который отреагировал на эту ситуацию с таким посылом, что мы не должны ограничивать людей в их вероисповедании, в их форме одежды, в платке, тем более, повторюсь, что это, в принципе, атрибут черкесской женщины. Ну и, конечно, быструю реакцию властей, которые не дали этой провокации выйти на другой уровень. Хотя за первый день, конечно, мы видели очень много противостояний, скажем так, двух позиций. Тех, которые за то, чтобы девочки могли посещать в платках заведения тех, которые против. И почему я начал с того, что эта тема очень чувствительная и болезненная. В том числе и по комментариям мы можем видеть, что для разжигания подобного конфликта немного надо. Достаточно несколько провокаторов в переписке, чтобы эти две позиции стали непримиримыми. Я не вижу проблемы в том, чтобы, соблюдая ислам, при этом быть черкесом, который стоит на адыгских принципах, на принципах адгала, никаких противоречий для меня в этом нет. Наверное, многие будут писать что-то по этому поводу. Не разделяя мою точку зрения, но это отдельная форма дискуссии на эту тему должна быть. И сегодня я считаю, что я не могу рассуждать с позиции религии, давать ответы. Там были несколько вопросов. Все-таки я не являюсь имамом или ученым, человеком, который с позиции религии может брать на себя. Но при этом мы, конечно, можем этот разговор тоже выводить в другое русло. В русло как раз-таки обращения подобных вопросов к людям, знающим. И в Кабарде есть такие люди, и в Адыгее есть люди, которые именно исламскими знаниями обладают. И могут отвечать на подобные вопросы подробно. Мы должны стараться избегать тех ситуаций, которые созданы для того, чтобы разъединять наш народ. На сегодняшний день мы можем констатировать, что черкесский народ жив. Что черкесская идея объединения, восстановления, она жива. И мы должны опираться на тот опыт, опираться на то, как мы или наши предки могли избегать ситуации, справлялись с подобными ситуациями. И, используя этот опыт, обходить сегодня такие барьеры, которые возникают на нашем пути. Черкассиан Медиа продолжают свою работу. Мы постараемся так надолго больше вас не покидать. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы не собираемся молчать, мы будем говорить правду. Харчат Зархяуна. Ас-саламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok